Привет, танкисты! Давно не виделись. К сожалению, Эрик заболел и попросил меня выручить его, чтобы вы не остались без свежих новостей. Пожелаем Эрику здоровья и начнем. В этом выпуске поговорим о последних новостях Golden League, оценим новые формы синерджи, посмотрим очередной мастер-класс от Левши и, как ни прискорбно, затронем тему разделенной любви. Совсем немного остается до финала третьего сезона Golden League. 7 из 8 команд будут бороться не только за 50 тысяч долларов, но и за вторую квоту на гранд-финал. Первая, напомню, уже у Na'Vi. Теоретически оставшуюся путевку может выиграть любая из команд, но, откровенно говоря, наилучшие шансы у Unity, Mind и Aging. К самому финалу многие готовятся по-разному. В то время, пока Unity тренируется на буткемпе, ноды и синерджи анонсировали свою новую форму. Последние не поленились и даже сделали по такому случаю шикарную видеопрезентацию. Увидеть ее во всей красе можно на странице синерджи ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Однако не только команды активно готовятся к финалу. На игровой площадке вовсю кипит работа, потому что до главного события сезона остались считанные часы. Напомню, финальные игры пройдут с 27 февраля по 2 марта в самом центре Минска. Вход свободный, так что обязательно приходите поддержать свою любимую команду. Ну, а у кого не получится, смотрите наши прямые трансляции. Кстати, по ходу соревнований среди зрителей будет разыгрываться множество призов. В том числе и легендарную Тай-59. Так что не пропустите. И коротко о других новостях прошедшей недели. Чемпионы первого сезона Европейской Лиги Wargaming вернули себе прежнее название. Команда сталкера снова называется синерджи. Интересно, надолго ли? Главные махинаторы сезона Лол Тим 1 на днях подвели итоги своих выступлений и поделились планами на будущее. Подробнее об этом на их странице ВКонтакте. 23 февраля завершился турнир и основа на танке. Соревнования преподнесли немало сенсаций. Прежде всего удивили Na'Vi, проигравшие на стадии отборочных ребятам из Лол Тим 2. Но главными возмутителями спокойствия стала команда The Chess. Парни обыграли двух участников минского финала. Команда Mind и Not. Правда, в решающем матче Chess'ы уступили более опытным бойцам из Unity. Тем не менее, результат очень достойный. Настоящая драма разгорелась вокруг паблика Страйка ВКонтакте. Игрок даже успел заявить о рейдерском захвате. Но на самом деле все оказалось еще сложнее и запутаннее. Долгие месяцы пабликом занималась девушка-игрока. Но что-то пошло не так, и теперь у Страйка ни девушки, ни страницы. Хорошо, что у остальных игроков команды Na'Vi с группами ВКонтакте все в порядке. Ссылки на них ищите в описании. Ну а мы, пользуясь случаем, еще раз напоминаем вам. Не передавайте никому данные о своих аккаунтах, в том числе и в соцсетях. Будьте благоразумны и предусмотрительны. Что ж, на этом у меня все. Итоги конкурса Т1 в поле Воин подведем через неделю. А сегодня вас ждет мастер-класс от Левши. Я же с вами прощаюсь. Не болейте. Всем пока. Всем привет, с вами Левша. В этом выпуске мы продолжим с вами разбирать карту Утес. На этот раз я уже расскажу про верхний респ. Прямо с респа вы можете прострелить подъем и частично зелень. Если же вы хотите сделать первый выстрел по подъему и уехать на первую линию, то это удобнее делать с квадрата А4. На А5 есть подъем, с которого вы можете простреливать сразу 4 направления атаки. Первое. Вы можете нанести урон по танку, который пытается подсветить подъемы. Также простреливают танки, которые находятся в зелени. Если же вражеские танки выезжают из-за маяка, то вы можете на выезде по ним нанести урон. Если же они пытаются проехать дальше, вы также можете их простреливать. С этой позиции вы можете нанести урон по танку, который находится на горе, если он подставляется. Когда вражеский танк выезжает с квадрата Е3 и начинает стрелять в зелень, то он вас в прямом простреле. Когда вражеская команда атакует по первой-второй линии, с этой позиции вы можете им нанести урон. Если танки подъехали ближе к вашей базе, после выстрела вы обязательно попадете в засвет. И в этой ситуации лучше всего спуститься вниз. Минус этой позиции, если идет поджим по пятой линии, то вы не сможете нанести урон по этим танкам. Ехать с верхнего респа и пытаться подняться на второй линии меньшим количеством танков нельзя. Если туда приедут три и более танков, то вы обязательно умрете. Вы не успеете подняться наверх до подъезда вражеских танков. Центрый респа подъем расположен так, что при заезде на него вы обязательно потеряете скорость. На этой позиции за счет плохого склонения орудия на 13-90 воевать не совсем удобно. Компенсировать это можно таким образом. Вы разворачиваетесь, заезжаете на небольшой подъем с левой стороны, тем самым опрокинув корпус, и начинаете вносить урон, не сильно подставившись под вражеские танки. На этой позиции першинг себя чувствует гораздо лучше за счет хорошего склонения орудия. С этой позиции вы можете наносить урон по танкам, которые находятся на пятой линии. Также вы можете выезжать с подъема и наносить урон по танкам, которые находятся в зелени. С этой позиции вы прострелите квадраты F4 и F3. Если вражеский танк выехал с квадрата E3 и начинает стрелять по вам, то вам достаточно просто спуститься вниз. Если вы подъезжаете к зелени, то с этого квадрата есть хорошие прострелы по танку, который стоит на подъеме. Вы можете по нему стрелять отсюда, отсюда или отсюда. Самое главное не забывайте, стоять здесь можно, если нет никого в квадрате F3. На D4 имеется неплохая нычка. С него вы можете настреливать по танкам, которые находятся как на подъеме, так и в зелени. Не стоит выезжать и наносить урон по танку, который находится на пятой линии. Чтобы нанести по нему урон, вам придется подставиться. Стоя в этой позиции, не забывайте, что может приехать вражеский танк с квадрата E3 и пробить вам бок башни. Ну и напоследок хотел рассказать позиции для Т1. С этого куста вы можете подсветить танки, которые поднимаются и спускаются на второй линии. С этого куста хорошо засвечивать заезд на вторую линию. Стоя прямо на базе, вы засветите атаку по первой линии. После того, как вы просветите вражеские танки на первой линии, вы можете уехать в квадрат А4 и дальше осветить круг базы. С этого куста вы сможете осветить выезд из-за маяка. После того, как вражеские танки выезжают, вы можете спрятаться от них за камень и прожить какое-то еще время. Вот мы с вами разобрали карту «Утес». Как по мне, так получилось довольно неплохо. А понравилось ли вам? Оставляйте свои комментарии и подкидывайте темы для следующих выпусков. Также подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте и играйте в танки. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Нет, все не долго. Ваша пушка опускает... Ваша пушка опускает... Ваша пушка... Ваша пушка... 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 Это дубль меня доконал. Всем привет... Какой всем привет? Всем пока уже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok